Мы хотим поздравить вас с уже наступившим 2020 годом, годом металлической крысы. И пусть этот год принесет в ваш дом уют, тепло и радость. Ну а мы, как и в прошлом году, отправились в путешествие, о котором вы и узнаете. Замечательный город на один день, даже я бы сказал на несколько часов, город Владимир. А также на следующий уже день мы едем в прекрасный город Нижний Новгород. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы уже побывали в прекрасном музее, частном музее Ложки. Великолепный экскурсовод, прекрасная атмосфера, много нового, интересного. Важно, наверное, запомнить, что ложка – это не только предмет для еды. Ложка – это и память, ложка – это и подарок, ложка – это и замечательный сувенир. Ну а позади меня находится знаменитый Успенский собор города Владимир. Памятник Владимиру Первому, Владимиру Святому, Владимиру Крестителю, который в 988 году крестил нашу Русь и тем самым отчасти и прославился. Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся на мастер-классе «Музей пряника». И вот у нас уже есть две кошечки и в процессе овечек. К нашему удивлению, пряники есть не только в Туле, но и здесь во Владимире Покровске и замечательные вкусные пряники, отличающиеся тем, что они в основе имеют мед, а не сахар, как в Туле. Замечательная экскурсия, великолепный был проведен у нас мастер-класс по изготовлению, ну, я бы даже сказал, по раскрашиванию пищевыми красками пряника. Мы получили огромное удовольствие, окунулись в атмосферу детства и радости. Сейчас уже приходит осознание того, что Россия богата, богата культурой, традицией. И это нужно беречь, и это нужно знать, и это нужно чтить. Ну, а наш путь продолжается, и теперь мы уже держим дорогу в Нижний Новгород. Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся в кафе «Вокруг света». Сейчас будем завтракать. Нас Нижний Новгород встретил перезвоном колоколов, и это уже интригует. Значит, день удастся, планы большие, интересные, что день грядущий нам готовит. А сейчас мы на прогулке по Большой Покровской улице. Здесь очень многолюдно, очень интересно, напоминает московский Арбат. Люди улыбаются, настроение хорошее. Мы посмотрели карту Нижнего Новгорода. Конечно, все мы не успеем посетить. Главное – это интерес. Кстати, должен заметить то, что Нижний Новгород был основан в 1221 году. Это XIII век. Вообще, история Руси безумно интересна, если ей увлекаться. А Нижний Новгород продолжает нас радовать. Мы прошли Большую Покровскую улицу, замечательные памятники архитектуры, скульптуры, брусчатка. Великолепно для местных жителей и для туристов прогуляться и отдохнуть. И нельзя не отметить, что Нижний Новгород принимал активное участие в освобождении московского государства от польской интервенции. В период смутного времени, в 1612 году, именно здесь зародилось второе ополчение во главе с Дмитрием Пожарским, князем, и стоящий позади меня Кузьма Минин, великий патриот земли русской. Здесь зародилось освобождение, и благодаря этому второму ополчению в 1613 году уже был на престол избран Михаил Федорович Романов. Ну а сейчас мы направляемся непосредственно в главную достопримечательность, как по мне, Нижнего Новгорода, это его Кремль. 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 Мы находимся непосредственно в самом центре Нижнего Новгорода, в Кремле. Здесь много всевозможных зданий, но примечательно из них одно, древнейшее здание, которое стоит позади меня, это собор Архангела Михаила, основан в 1221 году князем Георгием Всеволодовичем. То есть это одно из первых зданий, одно из первых архитектурных сооружений города. А сейчас мы находимся на слиянии двух рек. Реки Волги и реки Аки. По правую сторону будет вот та самая река Ака. А вот эта вот красота, вот эта мощь, вот это великолепие, символ нашей страны, это Волга. Причем еще не замерзла, течет полным ходом и радует нас. Мы находимся в Нижегородском государственном художественном музее. Здесь три этажа экспозиции. Нам не досталось по очереди аудиогидов, поэтому нам посоветовали скачать приложение Easy Travel. И на нем действительно есть определенный ряд каких-то аудиозаписей, с помощью которых мы можем самостоятельно начать просмотр. Впереди ждут картины Кандинского, Перова, Брюлова и Айвазовского. Ну, пошли. Великолепные залы. К сожалению, время ограничено. Не смогли пройти все. Все три этажа, два прошли. Ну, и там и тем довольны. Но хотелось бы обратить внимание, что наш киносюжет пропитан именно культурой России, наверное, до Петровских времен. Хотя здесь есть и эти моменты, есть и моменты, касающиеся Великой Отечественной войны. Разумеется, мы посетили и Вечный огонь. Но хочется обратить внимание на тот пласт культуры, который почему-то забывается к нашему огорчению. А ведь это интересная судьба, порой даже где-то трагическая. Ярким примером является картина Перова «Странница в поле», где при цветущих, ярких растениях мы видим умирающую девушку в полном расцвете, можно сказать, друженицу. Совсем недавно, в 1861 году, отменили крепостное право. Вот такое вот противоречивое состояние, вот такая противоречивая, неоднозначная история в нашей стране. Ну и говоря уж о размахе, в этом же зале находится замечательная картина «Ковер самолета Васнецова». Здесь герой русских сказок Иван возвращается после долгих испытаний непосредственно домой с победой. Великий русский человек, яркий пример. Обратите внимание, какая мрачная земля и такое прекрасное небо. Ну вот такое вот противостояние, противоречие, наверное, даже русской души, которая все равно пытается возвыситься, быть яркой, стремящейся, невзирая на те проблемы, которые находятся у нас внизу. Ну это моя трактовка, конечно, но я думаю, что она не толеретная, от истины и является современной, наверное, и по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok Наш вечер, 5 января, подходит к концу. Мы выехали из Нижегородской области, а конкретно городской округ Бор, и отправляемся обратно в центр, в Нижний Новгород. Под нами матушка река Волга. Мы с ней не расстаемся, не расстанемся никогда. Удачи! Очередная глава нашего кинопутешествия подошла к концу. Мы очень надеемся, что вам понравилось, что вы смогли открыть для себя что-то новое, а также, что у вас появилось желание посетить эти замечательные места. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok